Хаюшки ребятушки, на днях в плеймаркете вышла игра в стиле Clash of Clans, называется она Castle Craft. Есть у нас тут различные командиры, есть у нас различные питомцы, то есть пока доступны у меня два, потом возможно дадут еще кого-нибудь. Также есть карты различные, ранга второго, третьего ранга, кстати, вам дадут за просто то, что вы зайдете в игру, зарегистрируетесь и начнете играть, там сыграете пару боев. Да, кстати, на старте плюшек сыпет, ну так неплохо, то есть подняться можно. Ну и давай посмотрим, что тут нам вообще предлагают по геймплеечку в данной игрульке. Бой начинается стандартненько, база против базы, подсвечиваемая область это наша область, где мы можем строить здания и производить юниты. Соответственно, строим здания, расширяем нашу территорию и чем наша территория будет ближе к вражеской, тем ближе к вражеской территории мы сможем призывать юнитов и, соответственно, они будут быстрее шкандыбать до вражеских башен и сносить. Есть различные типы юнитов, кто-то бьет по героям, кто-то бьет только по зданиям, кто-то бьет по вражеским, кто-то бьет вообще по всему чему угодно. Есть у нас также герой, который можно менять и выбирать в зависимости от своих предпочтений, возможностей и стратегии. Игра сделана в анимешном стиле, то есть, соответственно, герои и юниты, что, в принципе, это прикольно. Ну и на старте, когда вы скачаете, вам дадут только один тренировочный бой, где быстренько вам разжуют азы и все, следующий бой у вас уже будет против противников по рангу новичков, но неизвестно по какому опыту. Игра Clash of Clans, ничего, в принципе, нового она не предлагает. Бои короткие, пятиминутные, игра, как ты видишь, вертикальная, соответственно, телефон ты держишь одной рукой и одной рукой можно играть, если вдруг вторая рука у тебя чем-нибудь занята, не обязательно пошла. Может, ты идешь и пьешь водичку или что-то еще, кушаешь, а другой рукой маслаешь тут, посылаешь свои войска в бой. Ты можешь сразу пускать юниты, можешь подождать, отстроиться. Вот ребятенок решил на меня напасть, мы ему будем сейчас давать отпор, мне нужно подождать и призвать гориллу, чтобы расхерачить все его здания нахрен. Думаю, что игра найдет свою аудиторию, почему бы и нет. Кстати, бои короткие, пятиминутные, это хорошо, но может быть даже закончится намного быстрее. Миленькая, приятная игрулька. За что-то ее хейтит, да, кстати, карты прокачиваются, но поэтому донат все-таки будет влиять на баланс. Но я думаю, задротством, прокачиванием карт, выполнением миссий, нет-нет, но догнать-то можно будет. Особо сильно влившихся ребятишек. Я, наверное, ее пока оставлю на телефоне, как бы, ну нет-нет, есть время, пять минут. Почему бы не сгонять пару каточек, получить удовольствие и потом выйти заниматься дальше своими делами. Игрушка в плеймаркете, спокойно скачивается, регистрируется через Google аккаунт, без VPN, без всего. То есть никаких проблем с данной игрой, с установкой, с игрой. А, кстати, русифицирован, то есть все юниты вы сможете спокойно почитать и получить полную информацию. Все, тебе спасибо за просмотрю, люблю, целую, скучаю. Не забудь подписаться на канал, буду ждать твои комментарии. Все, обнял, приподнял, до встречи на следующем видосике.